Владимир Григорьевич, последнее Ваше выступление на телевидении было связано с заявлением о падении рейтинга партии регионов. Как сейчас обстоит дело с рейтингом партии в Севастополе? Во-первых, я приветствую всех, кто меня сегодня видит. Эта запись идет в канун большого праздника в Севастополе, праздника Черноморского флота и флота Украины. Вчера мы провели большой форум по подготовке организационной. Поэтому есть один вопрос, чтобы прежде перейти к партийным вопросам. Я бы хотел отчитаться в канун праздника об одном вопросе, который будоражит сегодня весь город. Это торговля на площади Нахимова и на святом месте в городе Севастополе. Вот только свежие материалы, которыми наконец-то проведенное расследование, оказалось это не так просто, потому что схема, которую я сейчас покажу, она показывает, что тут есть и просто без документов торговля, а есть два виновника, которые допустили это. Я хочу, чтобы город знал, кто же давал разрешение на торговлю. Это Ленинская администрация и Ленинский районный совет. Вот эта схема. Четыре палатки, отмеченные зеленым, уже убраны. Это без документов. Это все. Ленинский, Ленинская администрация, вот это. И здесь есть еще четыре палатки морпорта, торгового порта, которые не имели права, но которые заручились фондом майна Украины. Можно себе представить, палатку на торговлю шляпками, оказывается, дает фонд майна Украины или его филиал в Севастополе. Причем начальник порта, будучи у меня в кабинете, клялся, обожился, что у него ни одной палатки нет. Справедливости ради, могу сказать, две палатки они уже убрали. До понедельника они найдут места для других. То же самое, вот только что вышел с кабинета руководитель района, который тоже еще вчера доказывал, что его там нет палаток и разрешений. Пообещал до 15 часов понедельника найти места другие. Хочу объяснить ситуацию, почему так долго не решался вопрос. Во-первых, по структуре распределения обязанностей и право выделять места для торговли, к сожалению, в городе Севастополе относятся не к городу, а к району. Когда это было принято? Думаю, что это давно было принято. Вот эти все договора, вот они. Причем все это собрано благодаря управлению внутренних дел, на которые тоже показывают, что они тоже якобы крышуют эту торговлю. Они никакого отношения к этому не имеют. Город, архитектурное управление, сделало подробный план размещения. Вот если на этот план посмотреть, то город разрешает только для туристических палаток, для обслуживания туристов, вот в районе дома Москвы, размещать временные места, где продаются билеты, там, все, что нужно туристам. Все. По дислокации ни одного места город не определил. Нарушение и человеческих, и политических норм. Район вот это все выставил. Товарищ Сальников. Есть еще одно место, вот, разрешение выдано домам Москвы. Они имеют право выставлять эту палатку во дворе у себя, а они ее выставили здесь, впереди. Сегодня они ее уберут. Поэтому я считаю своим долгом сообщить людям, которых беспокоит и правильно беспокоит лицо Севастополя с точки зрения культуры. Я обещаю до 15.00 в понедельник, что вот эта Графская площадь будет расчищена от этой торговли. Мы им найдем другие места в городе, не менее доходные. Таким образом закроем эту тему. Теперь, что касается вашего вопроса. Ну, я огласил ответ на этот вопрос публично на конференции, и перед конференцией ответил журналистам. По оценке независимой организации, которая делала рейтинг всех политических партий, не только в Севастополе, а по всей Украине, рейтинг партий регионов в Севастополе 32%. Много-то или мало. Могу только сказать, что еще три месяца назад рейтинг был 23,8. Поэтому, ну, я думаю, что рейтинг будет повышаться. И самое главное, не по причине того, что, конечно, и по причине каких-то пропагандистских действий партийной организации, но больше по конкретным делам, которые мы стараемся делать так, чтобы сказали, сделали. Ну, например, троллейбусы сказали, троллейбусы появились. Мост начали, мозг сказали, будем ремонтировать. Мост начали расширять. Больницу строят, все смотрят на строительство больницы. Вот я бы, вот, как показатель наших действий, это, конечно, строительство больницы. Для меня это принципиальный вопрос. Вы помните, сколько всяких перипетий было, сколько было противников не сносить. Сегодня они уже замолчали, эти противники. Я думаю, что в ближайшее время они на открытие придут, и громко хлопать будет, и будут рассказывать, что они сами первые предлагали это сделать. В больнице идет отделка. Сразу скажу, что мы не будем спешить. Мы общестроительные работы выполним, как я обещал, 30 июля. Сейчас уже 40% плитки положено, облицовочной. Но я докладывал об этом президенту два дня назад. Он поручил, во вторник приедут с Министерства здравоохранения специалисты, которые посмотрят, чем можно помочь по комплектации этих отделений более современным оборудованием, которые есть в распоряжении Министерства здравоохранения Украины. И думаю, что в конце сентября мы уже окончательно укомплектуем, завезем на 21 миллион оборудования в эти отделения, подготовим достаточно высокий уровень диагностического оборудования на первом цокольном этаже. Ну и благоустройство сделаем в первой городской больнице, чтобы туда не стыдно было приезжать. Одновременно, вы знаете, там строится маленькая церквушка, которая очень нужна территории этой больницы. Возвращаясь к партийной конференции, вы проводили ее впервые в качестве главы Севастопольской городской организации. Чем отличается внутрипартийная жизнь в Севастополе и каковы итоги конференции и настроения ваших однопартийцев? А вот в Севастополе, вы правильно заметили, во-первых, особый настрой, и здесь нужно все рассматривать через отношение и любовь к самому городу и уважение к самому городу-герою Севастополю. И в этой связи и со стороны центрального аппарата партии, и со стороны городского руководства партийного, именно такой срез и такая направленность была и взята за основу. Вы знаете, что к нам приехало шесть депутатов Верховного Совета, причем приехали люди, которых я очень уважаю, давно знаю, с многими работал. И не потому, что они там занимали какие-то большие посты и в партии, и в Кабмине, и в Верховном Совете. Это просто бойцы партии, идейные, убежденные люди. Ну, назову только одну фамилию, две фамилии назову. Это Шуфрич Нестер и Толстоухов Анатолий, который в свое время, два месяца не выходя, жил в подвале кабинета министров. В этом плане очень большую практическую помощь оказал нам центральный аппарат партии. Три специалиста и партийных, и в области выборов проработали у нас в общей сложности три недели, которые провели учебу в районах, на партийных собраниях. Очень квалифицированные, грамотные люди, которые, я считаю, что во многом нам помогли, потому что у нас были кое-какие организационные вопросы, в которых нужно было с помощью специалистов разобраться. Это правда. На мой взгляд, я во всяком случае ушел с конференции удовлетворенный. Я уже из опыта, честно скажу, нутром чувствую, удался политический какое-то мероприятие или нет. Были недостатки подготовки выступающих. Ну, это организационная работа, она всегда требует каких-то улучшений. А в целом, по отзывам и по тому, как партийцы первичных партийных организаций заинтересовались докладом, который я сделал, и мы сейчас это, во-первых, тиражируем в нашей партийной прессе, во-вторых, мы договорились с моими советниками сделать аналогичный материал информационный для первичных партийных организаций, чтобы продолжить эту большую работу политическую. Так что я думаю, что все нормально. Как мы знаем, в июне проводился конкурс на застройку мыса Хрустальной. Каковы его результаты и почему вы снова вернулись к этому вопросу, приняв решение провести по этой теме референдум? Ну, с самого первого дня в Севастополе я, конечно же, знал, что вот такая территория, как мыс Хрустальный, является лакомым кусочком и для инвесторов, и в то же время является визитной карточкой города Севастополя. Поэтому с самого начала я туда поехал, посмотрел. Мы провели там субботник, хоть немножко привели в порядок на мысе памятник матросу, потому что он был занихаен, грязный, разворованный, порастаскивали даже плиты полированные гранитные с основания памятника. Мы все восстановили. Сейчас решаем вопрос освещения этого памятника. И, конечно же, небезразлично, каким красивым местом это будет и для руководства города. Поэтому, по моему поручению, главный архитектор, член Союза архитекторов Украины, между прочим, один из лучших архитекторов Украины, привлек своих коллег из Киева, из Севастополя, из Днепропетровска, из Одессы, я знаю, там большая группа такая специалистов работала, подготовил эту выставку конкурсную. Мы ее выставили на Ленина 25 в течение двух недель. Была возможность всем познакомиться. После этого конкурсного решения нашли решение какого-то варианта X. Специально они называли фамилию архитектора для того, чтобы не подвергать обсуждению со стороны тех людей, которым не конкурс важен, а им важен сам процесс. С одной стороны, в этом заинтересованы те, кто давно уже отвел участки там. С другой стороны, это желающие попасть на ту территорию, инвесторы. И это, конечно, всегда конфликт, всегда борьба интересов. Но после того, как этот конкурс практически ничего не дал, кроме еще больших нападок на архитектурное управление, я принял решение еще до конференции, подготовил обращение в городской совет с просьбой начать подготовку референдума. Я думаю, что это правильное решение. И хотел бы, чтобы те, кто меня смотрят, и особенно жители Севастополя поддержали. Мы подумаем, как это сделать для того, чтобы тем, кто будут голосовать, чтобы визуально было видно, потому что это очень важно будет в бюллетне, дать информацию фотографическую, о чем идет речь. В том числе, там обязательно должна быть территория, предусмотренная для музея Великой Отечественной, о котором говорят ветераны. Вчера зарегистрирован документ, позавчера зарегистрирован документ в городском совете. И сейчас в городской совет по поручению Донникова Юрия Васильевича началась подготовка в комиссии по подготовке проведения такого местного референдума. Ну, там тоже есть закон о проведении местных референдумов. Нужно выделить деньги, нужно создать комиссию специальную подготовительную. Мы четко будем соблюдать законодательную базу проведения местных референдумов. Я считаю это правильно, потому что такой вопрос должен решаться самими семистопольцами. Ни архитекторами, ни Яцубой, ни Ивановым, ни Петровым. Что касается еще одной резонансной темы, дальнейшей судьбы Максимовой дачи. В чем суть этой проблемы и надо ли ее действительно спасать? Да, есть от кого спасать. Надо спасать от тех, которые несколько лет назад организовали три кооператива и раздали сначала мертвым душам землю, а потом этих мертвых душ свели в кучу и сейчас сидят и ждут. Знаете, чего ждут? Ждут, когда мы построим дорогу. Вся эта шумиха вокруг Максимовых дач, кроме субботника, к которой я с благодарностью организаторам могу отнестись, это все связано с тем, что в ближайшее время будет построено, я говорю ближайшее, потому что я точно не знаю срока, сейчас решается вопрос финансирования, в районе Максимовых дач будет построен еще мост, виадук, примерно такой, как мы открыли на Остряках. И вот когда те, кто оформил вот эти три кооператива, залез на парковую зону, утвержденную городским советом в 2009 году, вот они зашевелились, потому что дорога будет, инфраструктура начнет развиваться и возникнет ситуация в возможности чего-то строить, и вот надо людям в глаза пустить пыль, для того, чтобы не нашли, кто же это все организовал. Сейчас уже возбуждено уголовное дело по факту, и мы выйдем на тех, кто это все сделал. Ну это одна из схем, как воруется севастопольская земля. Составляется список кооператива, набираются люди, живущие в Севастополе, с ними договариваются, оформляются документы, потом людям платятся деньги, а эти кусочки складываются в кучу, и как получается в одного, два, три гектара там, или четыре гектара, сколько там земли. Вот это сейчас, этим будет заниматься прокуратура. Вы знаете, что прокуратура 400 участков отменила, вместе с администрацией. Сейчас идут суды, там спорят с нами, но тем не менее мы постепенно возвращаемся в севастопольскую землю. Так будет и здесь. Но для того, чтобы все-таки решать проблему Максимовой дачи, это действительно очень ценное историческое парковое место. Поэтому я сейчас готовлю распоряжение, по которому будет создан Попертический совет парковой зоны Максимова дачи. Скорее всего мы будем учреждать фонд восстановления парковой зоны. Подберем очень известного, порядочного, честного ветерана, который возглавит этот фонд, потому что за бюджетные деньги у нас не хватит возможностей. На следующий год запланируем определенную сумму, для того, чтобы начать восстанавливать потихоньку. И будем приводить такое состояние, чтобы туда было приятно севастопольским детям, мамам, тем, кто интересуется историей Севастополя, приходить в этот парк красивый, ухоженный. Ну, на это нужно время. Но самое главное сейчас оградить и сберечь для потомков саму землю, которую называет Максимовая дача. Еще одна тема, это вывоз мусора из территории Максимовой дачи. Почему я сказал за субботник? Поэтому я обращаюсь ко всем. Мы в ближайшее время сами проведем субботник. Я обещаю провести субботник. Для того, чтобы поддержать эту инициативу, вычистить оттуда мусор, коммунальные службы, для начала надо просто там навести порядок. На аппаратном совещании вы говорили, что к уже обещанным 28,5 миллионам гривен Севастополю на газификацию сел будет выделено еще средство. О какой сумме идет речь? 4,6 миллиона. Увидит ли Севастополь освоить эти средства? Вот это самый сложный вопрос, на который я пока не могу ответить, потому что, вы знаете, только два месяца надо тендер проводить на поиск организации, которая проложит 100-миллиметровую пластиковую трубу на протяжении 15 километров. А вот эти 4,6 миллионов, это выделено по нашей просьбе на прокладку азопроводов по улицам. Потому что вот эти 15 миллионов это магистральный подвод к Качек, к Любимовке. А вот эти 4,6 миллиона, я вчера подписал распределение этих денег, УКС набрал перечень, титул, расчеты сделали. И вчера я на кабинет министров отправил наше предложение по прокладке этих трубопроводов по улицам, чтобы люди уже могли прямо на улице подключаться. Это очень, это же практически для каждой улицы. Еще об одной острой проблеме. На днях ветераны-афганцы под стенами администрации провели митинг. Насколько их требования были обоснованными? Ну, я, например, считаю, что оно не обоснованно. И объясняю это началом предвыборной кампании, на которую идет лидер афганцев Крыма, известный Сергей Куницын. Мой воспитанник и мой друг. Вот это все отсюда, на мой взгляд, новые там бигборды появились. Я встречался с ними. Мы прошлись по всем пунктам нашего договора. И даже руководитель товарищ Перминов не мог сказать, что это не выполняется. Зубопротезирование. Пять квартир в этом году. Максимально, я посмотрел, было четыре. Площадка под застройку инвестиционного дома. Миллион пятьсот выделено впервые по программе. Это все программа ветеран, которой нет ни в одной области Украины, к сожалению. У нас на эту программу выделено девять с половиной миллионов в этом году, впервые в истории Севастополя. И в следующем, я думаю, что мы в этом году немножко еще добавим, может быть, до миллиона добавим. При условии, что Совет ветеранов будет выбирать деньги. Потому что на сегодняшний день сто восемьдесят тысяч находятся в Совете ветеранов на оказание решения всех вопросов. Они использовали только тридцать пять тысяч. Там же не просто так раздать. Там надо деньги использовать в соответствии с законом. Подтверждение документов, чтобы эти деньги доходили до каждого и использовались на те статьи, например, на закупку лекарств, на зубопротезирование. Вот по зубопротезированию там практически пока деньги все используются. Ну, вы знаете, правительство приняло решение повысило пенсии афганцам. Тот митинг, который был, предложил другие, уже не связанные с тем договором, с перечнем тех вопросов, которые они принесли, новые. Мы будем их рассматривать и вместе с ними решать вопросы. Раз уже поднялся вопрос предвыборной кампании, на партийной конференции народные депутаты призывали севастопольцев не голосовать за русский блок. Чем это вызвано? Ну, не голосовать за русский блок. Разговор идет о другом. И там выступления были другие. Так в истории политической жизни Украины складывается, что на этих выборах практически будет две серьезные политические силы. мы впервые партии регионов выступаем как партия власти. Мы должны отчитаться о том, что сделано партией. И мы готовы к этому. Некоторые разделы и решения проблем в социально-экономической жизни Севастополя, например, я вам назвал. И мы дальше будем делать. Мы сейчас закончили ряд транспортных объектов. Вот, кстати, вчера и сегодня открыли дорогу на генерала Октябрьского. Следующий объект у нас развязка, которую давно ждут севастопольцы. Это остряки Камышовая бухта. Вот. И ряд других объектов. Оппозиция, которая называет себя объединенной, которая сбежалась со всех политических партий, которые потеряли свое значение. И из-за этого они побросали свои политические силы и собрались вместе. Это вторая часть. Практически, если сделать спектр этой политической оппозиции, это оранжевая группа политиков, которая отбросила Украину минимум на 20 лет за 5 лет своего правления. Перегрызлась, извините за грубое слово. Вот. И сейчас объединились. Ну, кто там? Мы же знаем, кто там. Вот. Недавно был в Севастополе мой друг Кириленко Иван Григорьевич, с которым я давно знаком. Вот. Скромненько, где-то в каком-то помещении провели разговор со своими единомышленниками. Но им-то говорить не о чем. У них была власть. То, что они показали, люди тоже видели. Поэтому особенность севастопольского политического политической жизни заключается в том, что людям придется выбирать из двух вариантов. Или партия регионов, которая приняла ряд решений, которых оранжевые в жизни никогда не приняли. Ну, один только закон по языковой проблеме я назову. И ряд других. Нет времени просто рассказывать. Или голосовать за оранжевую группу оппозиций. Голосовать за оранжевых вряд ли будут. То есть практически не поддерживать партию регионов это поддерживать оппозицию. То ли голосованием, то ли молчаливым согласием. Поэтому вот это принципиальный вопрос. Люди должны это понимать. политики должны понимать. Русский блок должен это понимать. Потому что третьего варианта здесь не может быть в Севастополе. Или голосующие поддерживают политическую силу, которая нашла компромиссное решение, дружественное отношение и с руководством Черноморского флота, и вместе решаем все проблемы. Вы знаете, что мы вышли с инициативой вернуться к той схеме по празднованию празднику военно-морских сил в прошлом называющейся, ну, Черноморского флота и ВМС Украины. Это мы внесли предложение вместе с ветеранами, президент подписал указ о том, что мы опять вернемся после оранжевых снова праздновать вместе. Поэтому нужно принимать решение, нужно разъяснять это, что не голосование, это лить воду на мельницу оранжевой братьи, которая от злости не знает уже, что выдумывать в средствах массовой информации, потому что, извините, на украинском языке скажу, жаба давит. Они никогда не думали, что за короткий период времени руководство страны так продвинется в плане развязания тех проблем, которые нам они оставили. Ну, я назову только одно, будучи министром, я честно тоже сомневался, мы вырвем, вернее, выхватим те объемы строительства, которые они нам оставили. Я помню, я приехал с Колесниковым на стройплощадку во Львов, там было забито две сваи и грызлись между собой губернатор и мэр нынешний, кстати, Садовой. И мы их мерили, я их сводил, на что они потом там показывали по телевизору и жаловали, что я слишком грубо с ними разговаривал по своему характеру. И тем не менее, за полтора года Украина построила четыре супер терминала авиационных, построила двадцать тысяч километров дорог, когда никогда не строила, супер дорог. и построила четыре стадиона, где по тридцать семь тысяч, где по семьдесят тысяч. Из них два построили за деньги инвестора, то есть за деньги бизнеса, а не бюджета. Когда такое было? Никогда, даже в советское время не было. И это, конечно, их злит. Но я возвращаюсь все-таки к Севастополю. Те, кто собирается не голосовать или голосовать против партии регионов, они практически будут поддерживать эту свору безграмотных, неспособных, неумеющих, люто ненавидящих Россию свору политиков, которые сегодня дышат огнем и ядом. Я от них натерпелся за свою жизнь больше, наверное, чем кто-либо. Я ходил прокуратуры объяснялся по поводу отравления Ющенко. Шесть часов допрашивали. Причем, как оказалось, они допрашивали не сколько за Ющенко, сколько за мое отравление. Ну и так далее и тому подобное. Не хочу даже об этом вспоминать. Поэтому мы будем разъяснять, в том числе и я, как политический руководитель партии регионов. Но самое главное, я думаю, что объяснение люди будут слушать, но люди будут смотреть, что мы делаем. Вот могу назвать больница, мост, дороги, ремонт больниц, программа ветеран, это дорожные развязки, чтобы людям спокойно ездилось, а чтобы не травмировались люди, потому что мы посчитали на этой развязке, так называемом, на этой толоке, Остряки, Хрусталево, Камышовое шоссе. За 10 лет погибло 30 человек и травмировано 68 человек. Я уже где-то, где-то у меня цифры есть, сколько там произошло ДТП, это трудно посчитать. Ну, вы знаете, ледовый дворец мы строим, но мы его хотим не просто построить, мы хотим весь куст этот, то, что когда-то было заложено 200-летием празднования Севастополя, там надо приводить порядок, у меня был разговор с руководством строительного управления Министерства обороны России, вот они обещают вместе с нами в следующем году взяться за этот стадион, чтобы вместе его эксплуатировать, чтобы привести в порядок бассейн сделать эту зону красивой, доступной для жизни севастопольцев. Есть много планов, много интересных вещей, о которых я бы предварительно не хотел говорить, ну, например, завтра приедут с Киева цветы, которые мы посадим в эти вазоны на дороге Октябрьского, 160 таких красивых цветов, я думаю, что в понедельник, во вторник мы высадим и вернем былую славу этой улице, которой когда-то цветы там были еще, говорят, в 80-м году. Вот это то, чем я живу и хотелось бы, чтобы эти наши начинания, может быть, не все, не все получается, честно скажу. Надо много делать для того, чтобы навести порядок в торговле, но в то же время надо кормить город, надо, чтобы больше сюда торговли приезжало, особенно в летний период. Вы видите, сколько приехало гостей в город Севастополь. Спасибо Вам большое за вопросы. Пожалуйста. Очень приятно было пообщаться. Игорь Негода. Продолжение следует...